Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать обзор сервиса коллаборатор.про. Поехали! Итак, так у нас выглядит главная страница. Мы с вами регистрируемся. Я уже зарегистрировался. Там ничего интересного. Зашли. То есть после регистрации вы активировались по электронной почте. Вот так вот будет выглядеть первый экран. Собственно, вы можете создать проект, а можете посмотреть список площадок. На данный момент в коллабораторе уже по 1000 площадок. 891. По качеству площадок есть довольно-таки неплохие. С учетом того, что ребята недавно выкатили этот сервис, к площадкам они относятся довольно скрупулезно. Стараются их и проверять, и размечать на качество. И есть эксклюзивные площадки. То есть, собственно, это площадки, которые на других биржах не представлены. И в этом на данный момент, ну, такое заметная польза и заметное, ну, такое УТП-не УТП. Но фишка, ради которой стоит пробовать и стоит начинать пользоваться сервисом, потому что просто до многих площадок вы не дотянетесь. То есть, например, вот сейчас 652 площадки по заявлению сервиса являются уникальными. То есть площадки, которые больше нигде не размещаются. То есть целых 600 штук. Давайте посмотрим на их качество. Собственно, по умолчанию сейчас посмотрим, как у них. Ага, ну да. Вот, по умолчанию вы увидите вот такую картинку. Вы увидите трафик, сколько какого по Симуэрлэбу. Стоимость, тематику и площадку. Также будем продолжать смотреть только те, которые эксклюзивные у них. Что здесь важно еще смотреть? То есть по умолчанию на данный момент отображается вот такой набор полей. Мне для моего выбора, как правило, этого недостаточно. Но, ребят, для этого этот функционал есть. Вот здесь справа есть кнопка настройка таблицы. И вы можете выбрать, соответственно, поля. Регион, например, мне важен. Спам мне важен. Ну, по чек-трасту, не по чек-трасту, не принципиально. Но спамность важна. Траст-флот, считающий флоу я бы тоже смотрел. И, может быть, Индекс, я посмотрим, насколько у них эту таблицу разорвет. При таком количестве полей. Так, тип сайта. Правильно, система, это неинтересно. Вот как-то так бы я за это зашел. Ну да, немножко ее разнесло. Но не очень сильно. Вот как-то так. То есть, что бы я здесь делал? Если бы я сейчас закупался для какого-то из своих проектов, я бы точно отсек сильно спамные площадки. Ничего не прошли на фильтре. Итак, траст, ну, например, пусть будет хотя бы от 10. Спам, ну, пусть будет... Посмотрим. Ну, пусть будет до... Не знаю, до 5 пусть будет. Трастфон пусть будет от 5. Стейшн тоже от 5. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. И цена, ну, например, до 3 тысяч рублей. Вот у нас 52 площадки он отобрал. То есть, пока это без учета тематики. То есть, понятно, что когда мы начнем закупаться для конкретных площадок, мы будем выбирать конкретную тематику. И, возможно, у нас поменяются несколько критерий. То есть, возможно, они станут жестче, возможно, они станут мягче. Но в любом случае, когда вы выбираете доноров для простановки статей со ссылками на вас, то чем больше у вас будет выбор площадок, тем лучше. И поэтому я своим ребятам уже дал рекомендацию начать использовать коллаборатор, потому что, ну, как бы 600 неплохих уникальных площадок, которые больше нигде не торгуются, довольно весомые преимущества и точно стоят в сервисе сети. Это что касается каталога площадок. Теперь по проектам. Соответственно, мы можем здесь взять... Например, наш Home.ru, SEO, страна, город, неважно. Анкор, например, продвижение сайтов. Расрешить, что есть понять. Вот, в общем, все, что нужно при создании проекта здесь есть. Соответственно, мы можем создать... Загрузить свою статью. Можем попросить владельца площадки... Владельца площадки написать самому. Вот он у нас добавил фильтр, что тематика SEO. Давайте посмотрим, кто у нас тут самый крутой. Наоборот. Собственно, мы видим, здесь у нас есть кто-то новенького, который у нас за... Посмотрим, за 13 тысяч рублей. Плюс полторы тысячи за написание статьи. Готов нам написать нашу статью. Видно, что траст у площадки огромный. Спамность небольшая. То есть спамность это... Насколько много исходящих ссылок с этого сайта. Ну и насколько я понимаю терминологию чек-траста, то прежде всего смотрятся ссылки на разные домены. То есть не столько просто исходящие ссылки, а сколько именно ссылается на разные домены. И... Ну, есть Дивака, например. Стоит несколько дороже. Несколько дороже, чем кто новенького. 25 тысяч рублей. И... Плюс еще 25 за написание статьи. Вот. Ну, собственно, не очень хочет Сергей писать статью. И, собственно, поэтому... Видимо, поэтому удваивает стоимость самого размещения. Ну, в общем, видим то, что есть неплохие площадки с неплохим трафиком. И при этом на ряде площадок можно попросить сделать анонс на главный. Например, у... Где-то это я видел. Вот. У нас есть бесплатный анонс на главный. То есть на этих сайтах. Да, вот здесь видно, что... В каком разделе будет размещена. И, например, Дивака будет делать анонс на главный. В разделе пресс-релизы. Ну, что, в общем, неплохо. Стоит посмотреть, зайти на этот сайт, который так пишет. Посмотреть, а где у них размещается этот блок там пресс-релизов, например. И посмотреть, а могут ли... Ну, насколько это видимая зона. И могут ли туда заходить живые люди. Что даст этой статье, ну... Определенную жизнь. И не только повысит шансы, что лучше сработает ссылка, но и будет некоторая вероятность, что туда люди зайдут и будут какие-то заказы оттуда. Вот. То есть неплохой сервис. Мы точно будем пользоваться. Функционал площадки рассматривать особо не буду. Мы так ими не пользуемся. Ну, такими сервисами. Но как заказчики, как SEO-шники, мы точно будем использовать сервис, точно будем создавать и проекты, и общаться с мастерами здесь, и размещать статьи и площадки. По крайней мере, точно на тех качественных площадках с хорошим показателем спама и траста, и подходящих нам по тематике, особенно тех, которые уникальны для именно коллабораторов, то есть которые в других биржах не представлены. На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok